Масленичная неделя Масленицу и какую программу подготовил парк Заградный Нам расскажет наш следующий гость Добрый вечер Здравствуйте Галина Мозалева Менеджер парка Заградный Менеджер парка Заградный Засомневалась, как вашу должность правильно менеджера Понятно, ничего страшного Расскажите, пожалуйста, Галина Вы уже, наверное, отработали какие-то свои традиции Да, потому что Масленицу вы проводите в парке не первый раз Что мы увидим из того, что уже полюбилось, что понравилось Может быть, какие-то новинки Ну, все горожане уже, наверное, знают, что парк Заградный На каждый праздник, и Масленицу в том числе, готовит какие-то сюрпризы Наши праздники всегда отличаются Потому что, ну, у нас получается праздник катания Праздник пикник Праздник игра Потому что люди, придя на Масленицу И участвуя в шестичасовом марафоне Успевают из горок покататься, которые в парке есть И устроить пикники семейные И погулять на общих празднествах Конечно, традиции есть Во-первых, он, наверное, с подлительности самый продолжительный праздник в городе Он длится с 12 до 18 часов И насыщен от начала до конца многими событиями Давайте сразу главную тайну откроем Во сколько будете сжигать Масленицу? Ну, давайте с этого начнем Несмотря на то, что все Чтобы точно не пропустить Не пропустить Я хотела как раз об этом сказать Потому что у нас очень многие ходят на праздники, ждут Но когда же это будет, хочу сразу сориентировать Перед сжиганием чучела У нас будет такой ряд ритуалов Сначала мы постараемся сделать так Чтобы практически все, кто будет присутствовать в это время На центральной нашей площади Встали в хоровод Этот хоровод мы приведем к чучелу От главной сцены К чучелу Масленицы Затем перед сжиганием начнется огненное шоу И если в прошлом году мы Масленицу зажигали От... Добывали огонь первобытным способом Целое сооружение для этого было придумано В этом году зажжут Вот участники огненного шоу Это будет в 17 часов В 17-17.10 После этого праздник не закончится Это просто для тех, кто не может провести все шеции Да, многие приходят именно к этому событию Это самое, наверное, побывать на этом обряду Событие самое главное Но кто-то ведь проводит и весь день у нас Кто-то приезжает, потом уезжает Сменяются зрители и участники на праздники Вот основное событие в 17 Ориентир на это Но до сжигания там будет очень много интересного И я советую не пропустить Потому что, как всегда, чтобы удивить наших гостей Всех, кто придет, и участников Мы привозим из Москвы гигантское надувное оборудование То есть даже, например, бой подушками Будет проходить по-другому немножечко На гигантском аттракционе Бой, он называется там или русские богатырские Или гладиаторы Тоже надувной аттракцион То есть участвовать-то может каждый желающий Приезжает боулинг гигантский Из гигантских матрешек Который надо будет сбить колобком Такая сказочная тема Этого, этих аттракционов многие не видели еще Ну а вот все эти игрища Они рассчитаны на любую То есть шоу состоится при любой погоде? Да, конечно Любой возраст может поучаствовать Абсолютно И дети, и взрослые А погода может какие-то коррективы внести? Нет Что бы ни случилось, у вас все предусмотрено В любую погоду эти аттракционы будут работать Да и не только эти аттракционы Я бы хотела заострить внимание на том Что мы всегда заранее готовимся к этому празднику И объявляем заочные, как мы их называем, конкурсы Горожане уже об этом знают Каждый раз конкурсы меняются Вот в этом году остается конкурс Традиционный наш На лучшую масленичную куклу И у нас уже звонки есть И есть кто будет ее готовить Ну приносить и участвовать в конкурсе А вы как-то заранее отсматриваете эти работы или нет? Нет, мы просто говорим Как оно должно выглядеть Какой высоты Из чего, собственно, сделано должно быть Это, как всегда, авторские работы И куда, и в какое время нужно ее принести Конкурс частушечников Конкурс гармонистов Обращаю внимание на это и конкурс Плесунов Вот сейчас, за последние дни До Масленицы, до Прощенного Воскресенья Есть еще возможность подать заявки Как всегда, мы будем награждать всех участников И почетными дипломами Которые изготовил Вот именно фирменный от парка Загородный И, конечно, всеми подарками Которые наши щедрые спонсоры подготовили Для всех участников То есть подавайте заявки Я просто сейчас сообщу телефон На который нужно позвонить У нас есть куратор конкурсов Ее зовут Юлия Телефон 32-32-47 Вы можете позвонить И спросить о всех подробностях Как поучаствовать Но предупреждаю Желательно заявиться заранее Я вас прочитала на сайте Про интересный конкурс Расписных матрешек Расскажите, пожалуйста Спасибо, что напомнили Это тоже в этом году Новый конкурс будет Мы сделаем Уже сделаны Уже готовы Заготовки Из фанеры таких матрешек Кто-то видел Вконтакте В социальных сетях И на сайте Нам видели И раскрашенную Рядышком фигурку Уже стоит То есть мы показываем Как это можно сделать Набираются команды От двух человек Ну, два-четыре человека Нужно прийти со своими красками Это может быть акрил Может быть гуашь С кисточками И раскрасить Как им это видится Свою масленичную матрешку Естественно Это будет дано Время с 14 до 16 Где-то около двух часов И затем Мы тоже обязательно Наградим Всех участников И победителей На главной сцене Вообще Все награждения За заочные конкурсы У нас проходят прилюдно На главной сцене С вызовом всех наших участников На эту сцену Под бурные аплодисменты Чтобы героев все видели Хотела бы остановиться На наших площадках Потому что их Вот их будет По-моему Шесть или семь В этот раз И о каждой Можно много рассказывать Но Очень хочется Чтобы посмотрели Ну, например Одна из традиционных площадок Она родилась давно Это идея Еще с карнавальных времен С 2004 года Она придумана была Выездной Шуточный ЗАГС Здесь Мастерство ведущей Конечно Много играет роли Собственно Как я уже сказала Масленица Она, собственно Вся эта масленичная неделя И есть сватовство Правильно Масленица Вся расписание Это масленица Заточено на семейной традиции И говорит о семейных традициях Поэтому у нас с семьей Очень много связано У нас многодетные семьи Участвуют в конкурсах У нас будут командные состязания Даже с семьями Я еще не сказала На каких аттракционах Которые тоже приезжают Из Москвы Необычные Но Что касается Выездного шуточного ЗАГСа Ведущая приезжает Специально из Киржача Из года в год Мы повторяем эту площадку И каждый раз Когда подходишь К этой территории Оттуда невозможно уйти Потому что она настолько веселая Она настолько Харизматичная Сама эта ведущая Как она это проводит Там будет несколько видов свадеб Я сейчас не буду все рассказывать Конечно Это все в шутку Но можно завести семью На день праздника Завести семью Конечно в кавычках Но бывали случаи Как знать Как знать Да Бывали случаи Когда люди Познакомившись Поженившись Шутошно Потом через два месяца Расписывались По-настоящему Был такой факт В истории В истории города Владимира Мы будем выдавать Свидетельства О браке Будет присвоена Праздничная фамилия Я видела Просто И в прошлые годы Лица людей Которые не только участвовали Но которые и смотрели Это шоу Еще одна интересная площадка На богатырской подворье Участвуют два клуба Исторических Традиционная Ваша площадка Ну а как же без богатырей Да И без каких-то Боев На стальном оружии И интерактив Со зрителями Будет Участвуют два клуба Исторических реконструкций Владимира И Гусь-Хрустального Там будет много тоже интересного Это еще и познавательная такая вещь Конечно Познавательная Они хорошо ребята и показывают И дают поучаствовать людям И будет у них там Такая Соломенные маленькие Масленичные куколки Которые можно приобрести И сжечь потом в общей маслице Или унести с собой Как сувенир Они готовятся отдельно И очень серьезно Но будет много Конечно же главная сцена На которой будет И прилегающая территория Перед сценой Это масленичный чемпионат Вот По поеданию блинов? Нет Ну может быть это в том числе Будет попутно происходить Потому что будет много Торговых точек Сытный ряд Это тоже мы называем Отдельной площадкой Где будут и шашлыки И выпечка И блины И чай горячий Конечно Это же масло Конечно Это праздник игр Развлечений И живота Вот Поэтому надо все получить В одном флаконе За один день Последний Да Прощенное воскресенье Вот Командные Командные чемпионаты Которые тоже Я думаю Привлекут большое внимание Чемпионат По русским вышибалам Это Очень интересный Аттракцион Ну Принцип вышибал Вы знаете Да Стоят двое Вышибают мяч И огромные бревнышки В которых будут люди Будут бегать на ограниченной территории И их будут стараться Вышибать команда соперника Это тоже впервые Во Владимире будет Но у нас будут забеги матрешек Например гигантских Командных соревнований В этих забегах Кто может поучаствовать Просто вот Ваши посетители Ваши гости Да да конечно Во первых У нас уже один блок Я так думаю Заполнит целое предприятие Не буду говорить какое Которые просто позвонили Они были у нас уже в гостях На усадьбе Деда Мороза Им очень понравилось Они говорят А можно мы сделаем Несколько команд И посоревнуемся Мы были только этому рады То есть у них фактически Выездной такой корпоратив получается Они приходят с детьми Как правило Я так понимаю У них эти традиции Тимбилдинг Да и традиции Еще и дружбы с парком Загородной появляются А потом Когда посмотрят Все наши жители Мы будем прямо здесь Формировать команды На ходу По 6-8 человек И будут еще несколько блоков Вот таких вот соревнований Хочу сказать Что за победителем За этот командный Вот такие вот Масленичный чемпионат Команда победитель Получит целого поросенка на вертеле Жареный поросенок на вертеле Есть за что побороться Есть за что побороться Кроме того Конечно еще много Поощрительных призов Будет от разных Наших партнеров и спонсоров Наверняка к вам приходят Ну целыми семьями Это такой семейный праздник Есть какие-то площадки Для малышей Какие-то аттракционы Ну конечно У нас надувные аттракционы Будут стоять для малышей У нас с удовольствием К нам приходят Какие-то может быть Вот такие же игры Те же горки Они никуда не деваются У нас очередь И в Масленицу Для катания из гор Приходит кто-то Со своими ватрушками Кто-то берет у нас В прокат ватрушки И в основном Детей стараются Из горок покатать Вместе с ним покататься Они у нас Это очень важно Обратите внимание На сайте Загородного парка Есть статья о том Как кататься с горок На ватрушках безопасно Совершенно верно Это очень актуально Каждую зиму Ни одна зима Не обходится без трагедии И не только на сайте У нас и в парке Висят правила Катания из ватрушки Мы уже как можем И рассказываем тоже людям И когда даже просто Пожалуйста не омрачайте себе праздник Пожалуйста строго Соблюдайте все эти правила Давайте не будем Превращать праздник в трагедию Спасибо Мы радиообъявления Все время делаем В выходные То есть стараемся Как-то тоже Немножечко народу объяснить Расскажите все-таки Масленица Это прежде всего блины Что Какие блины У вас там будут Вы знаете Я не знаю Какие будут Наверняка разные Потому что Я знаю Что торговых точек Заявилось очень много Я думаю Что не будет Больших очередей Будут стараться Обслуживать быстро Где-то 6-7 Наверное Торговых точек И у каждой точки Обязательно будут блины А вот с какой начинкой Они их сделают Просто блины Или с какой-то Это наверное Дело уже Каждой торговой точки Мы очень надеемся Что будет разнообразие И опять же Боюсь показаться занудой Но Друзья Давайте будем Вежливы Давайте будем Как-то с уважением Относиться к друг другу И давайте мы не будем После вот такого праздника Оставлять после себя Горы мусора Вы прямо с языка Сняли еще одну проблему О которой мы все время Хотим сказать Во-первых Мы не боимся Даже как пройдет праздник Мы уверены Что он пройдет хорошо Мы переживаем Как к нам доедут Потому что Последнее время К нам Конечно же Жуткие пробки Потому что Стремятся многие Приехать И даже из Московской области Из Суздаль Это все-таки Не праздник Для жителей микрорайона Сейчас же Это Ни в коем случае Это уровень Уже давно вырос До городского И из других областей Приезжают И нам сейчас звонят И в прошлом году Приезжали Именно приезжают На программу Как у вас интересно И всегда Это сложность Добраться Поэтому директор парка Светлана Сергеевна Предупреждала Ну по возможности Особенно горожане Но приезжайте Не на машинах Потому что как правило Мы получаем Вторую масленицу В лесу Когда все стараются Приехать машинами Заехать в лес И устроить там Свои пикники Поэтому Давайте пешком Придем И будем веселиться На общественном транспорте И приглашаем Да Приглашаем приходить Вот в удобной Комфортной одежде Без дорогих Каких-то нарядов А вот больше К спортивному Конечно Чтобы можно было Повеселиться Да Поваляться Гость программы Не сказала Группа мужики Фоллгруппа Замечательная группа Я думаю она порадует Они будут где-то выступать В 16 часов Группа баловень Приезжай Калина не раскрывайте Пожалуйста Всех секретов Давайте мы приедем к вам И все Увидим своими глазами Я очень рада Что да Вариант Канал Вариант Как всегда становится Стал партнером Масленицей На этот раз Приходите Ну я присоединяюсь К приглашению Галины Я тоже всех приглашаю Весело отметить Масленицу Наверняка в загородном Это будет здорово Наверняка это будет весело Ну а сейчас У нас впереди Выпуск новостей А потом Телефорум ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА